Именно на этом огромном участке земли, с одной стороны которого железная дорога, с других воинская часть улицы Аскизская и трасса М-54 и будут построены примерно 172 новых дома. Но пока участник участки только продает, зато через дорогу находится район, который уже вовсю застраивается ударными темпами. Скорее всего и эта земля долго пустовать не будет. В еще не существующем пятом жилом районе уже есть улицы. Норильская, Зимняя, Брусничная поляна, Дивная и Монетная. А в честь 200-летия Бородинского сражения на пустыре появятся улица Багратиона, Барклая-де-Толи, Дениса Давыдова и Воинской славы. Придумывала наименование специальная комиссия, однако жители города тоже могли предложить свои варианты. Вот только никто из абаканцев инициативы не проявил, поэтому депутаты утвердили имеющийся список. Если абаканцы придумывают названия для будущих улиц, то теоретически могут придумать имена и для уже существующих. Ну, например, я хочу, чтобы советская была какой-нибудь солнечной. Но нет, мечта моя не сбудется, говорят специалисты. Это связано с довольно значительными затратами, потому что меняются адреса и физических лиц, поживающих, юридические адреса, правоостанавливающие документы, регистрация транспортных средств, право собственности на земельные участки. Последний раз в Абакане улицы переименовывались больше 10 лет назад. Тогда Октябрьская превратилась в Ерыгина. Появились торговая, проезд Северный и Торосова. Людей существующие названия вроде бы устраивают. Ленина? Ну, мы как бы привыкли уже к Ленину. Это как бы с детства так. Не устраивают все улицы. Есть у нас улицы, которые неправильно названы. Но я думаю, революция, которая разрушила страну и организаторы этой революции, я думаю, нет смысла их память увековечивать. Сейчас в городе уже более 300 улиц. Не исключено, что вскоре специалистам мэрии вновь придется выдумывать название новым жилым районом. Желающие могут помочь им в этом. Вот только когда люди смогут прогуляться по той же Монетной или Бородинской, пока не ясно. Ни одной стройки на пустыре не видно. Мария Дудник, Евгений Сульбереков. Новости, 7-й телеканал.